МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время неподписания мирного соглашения между правительством Таджикистана и объединенной таджикской оппозицией минуло 19 лет. 27 июня в республике отмечают День национального единства и согласия, который знаменует окончание пятилетней гражданской войны. Аналитики и эксперты считают, что соглашение о мире между противоборствующими сторонами спасло страну от распада. Что думают о национальном единстве молодые таджикистанцы, узнал Сухибьори Толип. Об общем соглашении об установлении мира и согласия в Таджикистане, подписанном в Москве, Дельшот узнал от своих родителей. Гражданская война в 1990-х унесла жизни почти 150 тысяч граждан. Принесла Таджикистану она еще и урон на миллиарды долларов. Люди, которые стреляли друг в друга, нашли мужество начать жить и созидать вместе. Многие таджики вернулись на свою землю. Вчерашние боевики и маджахеды занялись мирным трудом, поэтому залогом благополучия и процветания Таджикистана сегодня являются слова «патриотизм», «стабильность» и «национальное единство», говорит Дельшот. «Наше старшее поколение всегда наставляет нас, чтобы мы берегли и ценили перемирие, которого мы достигли ценой сотен тысяч жизней. Но, к сожалению, для тех, кто не видел войну, для нашей молодежи – это просто пустые слова, которым они не придают внимания». Выросло новое поколение, которое не знает войны. Мы видим, как с помощью средств массовой информации молодежь воспитывают в духе патриотизма и любви к родине. Помним, как молодые люди несли самый большой флаг на своих плечах к флагштоку самому высокому в мире. Однако мы знаем и о пропагандистских лозунгах таджикской молодежи, примкнувшей группировкам на Среднем Востоке. Таджикистанцы, находящиеся в трудовой миграции, зачастую в интернете призывают к джихаду. Почему это происходит? Мухаммад Икбол, детство которого пришлось на гражданскую войну в Таджикистане, говорит, что он и его сверстники получили серьезную психологическую травму. В то время из видных политиков никто не был убит. Погибло мирное, ни в чем не повидное население. Мы пережили сложные моменты. В свои детские годы мы вдруг стали взрослыми мужчинами. Мы не слышали детского смеха, нам не читали сказки на ночь. Если мы громко говорили, родители затыкали нам рты. Мол, говорите тише, а то придут вооруженные люди. О том, что происходило во время гражданской войны в Таджикистане, не принято говорить. Эта тема имеет свои ограничения. Молодые люди не могут простить старшее поколение, которое не смогло оградить страну от братоубийственной войны, многочисленных жертв и катастрофического ущерба для страны. По словам культуролога Муниры Шахиди, существует множество причин, по которым старшее поколение до сих пор не смогло найти общий язык с молодежью. Между новым молодым поколением и более старшим, то есть нашим поколением, существует большая дыра. Для того, чтобы заполнить эту пустоту, мы должны очень сильно постараться понять молодежь, узнать их чаяния, надежды и их проблемы. Молодые люди хотят равноправия в обществе, поступить в желаемый вуз, найти хорошую работу. Широко распространенное чувство социальной несправедливости пробуждает в молодежи недовольство, что затем толкает их к радикализации. Десятки молодых людей сегодня собрались под флагами различных религиозных группировок и движений. С этим явлением пытаются бороться агитационные программы Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана. О ценностях единства и мира в стране постоянно говорят. На молодежных мероприятиях подчеркивает Мавсума Муини, заместитель председателя Комитета по делам молодежи при правительстве Таджикистана. Национальное единство зиждется на перспективных и образованных молодых кадрах, у которых сильно развито чувство патриотизма. Для меня национальное единство в стране, как и независимость Таджикистана, является уникальным достижением всех граждан республики. Сегодня отношение молодежи ко дню национального единства очень противоречивое. С одной стороны, это праздничный календарный день в знак благодарности за мир и согласие в стране, как результат национального примирения. С другой стороны, форма сохранилась, а содержание уже давно себя исчерпало. Репортаж подготовил Сухебьор Толиб Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.net. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.